Всем привет! С вами Ети и в данном видео я разберу тему тренировок во время сушки с точки зрения энергозатрат единицу времени. Потому что это не менее важная тема, чем питание во время сушки. Многие считают, что за счет питания, за счет урезания рациона мы можем создать дефицит калорий. И сушка достигается благодаря жесткой диете. А другие считают, что сушка достигается за счет повышенных энергозатрат, то есть физических нагрузок на тренировки. На тренировке мы сжигаем жир. В общем-то и те и другие не правы, потому что можно создать дефицит калорий двумя путями. Либо понижением калорийности, которую вы потребляете в течение суток, либо повышением энергозатрат. То есть можно заходить сразу же с двух сторон и тогда все будет прекрасно. Тогда не придется очень сильно впахивать в тренажерном зале и очень сильно повышать энергозатраты. И не придется очень сильно сокращать рацион по своей калорийности. То есть это будет гораздо комфортнее, потому что когда я составляю рацион для сушки и когда я составляю рацион для похудения, это две абсолютно разные вещи. Когда человек без дополнительных энергозатрат будет сжигать свой жир, ну скажем он никогда не тренировался и планирует проводить похудение. То есть он не будет тренироваться, но при этом ему нужно тратить жировые отложения, которые у него образовались. В таком случае ему нужно очень сильно сократить свою калорийность. Потому что, ну скажем он питался всегда на 3000 калорий, конкретный человек. Посчитали его скорость обмена веществ, примерную базовый уровень, который он способен потратить в течение суток, в зависимости от роста, веса и других каких-либо параметров, уровня активности в течение жизни. Чтобы вы понимали, чем больше у нас мышц, тем больше мы тратим калорий, чем больше у нас жира, тем больше мы запасаем калорий. То есть количество мышц, даже в состоянии покоя, чем у вас их больше, тем больше вы тратите калорий. С точки зрения метаболизма, опять же, если рассматривать, обмен веществ будет гораздо выше у человека с большим количеством мышц. Но при этом с большим количеством жира метаболизм у человека будет медленнее. То есть нужно будет потреблять меньше калорий, чтобы производилось сжигание жира в организме. Поэтому человек на похудении способен сжигать жир, это точно способен, но нужно очень сильно ограничить калорийность. Но человек во время сушки с дополнительным повышением энергозатрат, то есть до этого он не тренировался, питался на 3000 калорий, из тренировок он может добрать необходимое количество затрат калорий для того, чтобы создать этот дефицит. И в таком случае ограничение его калорийности не будет настолько существенным. И ему будет легче к этому режиму приспособиться, потому что перейти с 3000 на 2000 это одно дело. А когда вы переходите с 3000 на 2500 калорий, это совсем другое дело. Давайте разберем эту ситуацию вот в контексте энергозатрат во время тренировки. Сколько вообще может израсходовать человек? Человек весом 100 кг, ну примерно как я, я вешу 103 на данный момент, способен за тренировку довольно силовую, то есть с большим объемом, за 1-1,5 часа израсходовать в принципе от 500 калорий. Чтобы вы понимали, базовый обмен веществ предполагает, вот мой конкретно, примерно 2400-2300 калорий в сутки. Вот столько я способен тратить в режиме покоя. Если я тренируюсь дополнительно, то я способен тратить гораздо больше. Ну то есть опять же, есть свои поправки на уровень гормонов щитовидной железы и на все прочие моменты. То есть на уровень другой активности, но в состоянии покоя я не способен истратить много калорий. Поэтому давайте посчитаем 500 калорий и в сравнении с 2000 калорий. У многих людей это примерно так. Нужно очень мало потреблять калорий для того, чтобы сохнуть. Тренируясь, он может создавать дополнительный дефицит в 500 калорий. В таком случае ограничения в диете будут не такими серьезными. Так вот, как добиться этого максимально эффективного режима с точки зрения энергозатрат? Давайте разберем базовые движения и изолирующие. Начнем с этого. В базовых движениях тратится больше калорий. Почему? Давайте вместе подумаем. Почему базовые движения тратят больше калорий, чем изолирующие какие-либо упражнения? То есть в данном случае мы сравним жим штанги лежа и приседания, например. А в другом случае это будет, ну например, какая-нибудь разводка или кроссовер и разгибание для квадрицепса в тренажере сидя. Почему во время приседания мы тратим больше калорий? Работает больше мышц, работаем с большим весом. При этом время, которое мы отдыхаем между подходами, будет примерно таким же. То есть если мы делаем просто разгибание или если мы приседаем, ну да, там будет разница примерно в два раза. Но если сравнить эффективность, опять же в контексте энергозатрат в единицу времени, то есть за час или за полтора часа, базовыми движениями мы расходуем гораздо больше калорий. Почему? Потому что в данном случае, если мы делаем жим штанги лежа, работает грудная мышца, работает трицепс и передняя дельта, и все они одновременно тратят свои калории, все они одновременно вкладываются в подъем этого веса, и вес будет гораздо выше, чем в изолирующем упражнении. Потому что в таком случае, чтобы заменить жим штанги лежа, нам понадобится делать разводку отдельно, потом делать отдельное разгибание, и потом делать какой-либо жим для передней дельты. И в таком случае мы как бы способны создать те же энергозатраты, которые мы можем создать в одном базовом упражнении. То есть если взять эквивалентные опять же рабочие веса, но в данном случае три упражнения изолирующих, они займут гораздо большую продолжительность по времени, потому что отдыхать мы будем точно так же 2-3 минуты между подходами. Как и при жиме штанги лежа. Ну тут мы сделали три подхода и потратили большее гораздо количество калорий, за счет того, что все три мышечные группы одновременно работали. Если это все разделить, то это займет больше времени, вы должны это понимать. Базовые движения, большое количество мышц, большое количество сжигаемых калорий. Кстати, для тех, кто не знает, я выхожу периодически на трансляции, отвечаю там на все вопросы, теперь на ютубе, и вчера уже была пробная трансляция. Поэтому, чтобы не пропускать, нажмите вон в том углу, или в противоположном, я слабо ориентируюсь, на ютубе колокольчик. То есть значок колокольчика на моем канале, нажимаете, и у вас приходит оповещение о том, что у меня началась трансляция, или вышло новое видео и так далее. То есть такой момент вы не пропустите, потому что на трансляции я смогу онлайн очень быстро отвечать на ваши вопросы, чего не происходит, когда вы просто смотрите мои видео. Потому что комментарии, на них довольно сложно будет ответить, но я не смогу ответить голосом и очень подробно. Печатать гораздо сложнее, чем отвечать словами. Поэтому колокольчик прямо сейчас нажмите, не забывайте, видео не сбросится, не удалится, ничего с ним не случится. Нажмите колокольчик и смотрите дальше. Возможно, сегодня я уже выйду на новую трансляцию. Основная цель тренировки для сушки это создать максимальное количество энергозатрат в единицу времени. То есть за час или за полтора уложиться и сжечь максимальное количество калорий. Поэтому вот многие подумают, базовые движения, то есть делать приседания, жим и становую тягу. Нет, не обязательно, есть много других базовых движений. Базовые это движения, при котором участвуют как минимум два сустава. В двух суставах происходит движение, это все уже считается базовым. В таком случае я ошибку допустил, когда привел вам в пример жим какой-либо для передней дельты. Скорее всего это махи перед собой для передней дельты с гантелями. Вот это изолирующее. А все-таки жим с плеч уже будет являться базовым упражнением, потому что работает как минимум два сустава. Локтевой и плечевой сустав. Поэтому вот тут небольшая ошибка. Разгибание это все-таки изолирующее упражнение. Сведение какое-либо для грудных мышц это тоже изолирующее упражнение. Так вот, в случае, когда работают у нас два сустава, мы сжигаем больше калорий. Мы поняли, усвоили эту информацию, я надеюсь. Теперь, что касается режима тренировок сплит или фуллбадди. Давайте вместе подумаем. Когда мы тренируемся сплитом, у нас сохраняется в течение часа или полутора часов та же эффективность в рабочих весах. Конечно нет, она скатывается. То есть, по сути, мы делаем, когда приседания, после этого делаем жим ногами, после этого сгибания, разгибания. У нас веса постоянно сокращаются. То есть, постоянно. И это происходит из-за того, что происходит утомление в этих мышечных группах. Плюс гликоген мы расходуем преимущественно в этих мышечных группах, когда тренируем только ноги в отдельный день. Если же мы будем все это совмещать, совмещать все мышечные группы, то у нас силовые будут находиться в пиковом состоянии. Относительно, потому что мы не утомляем мышцы дополнительно за этот день. Мы приходим на тренировку и на каждую мышечную группу у нас приходится там по три подхода примерно. То есть, совмещая это все в режим фуллбадди, опять же, в единицу времени мы способны потратить больше калорий. Поэтому многие практикуют круговые тренировки. И профи это делают. Бодибилдеры. Но, естественно, не на первых этапах. Там в середине где-то сушки подключают. Я точно так же перешел на режим фуллбадди во время сушки и удивился, что действительно я смог отказаться от кардио. Но при этом процесс сжигания жира не замедлился. То есть, я уменьшил такой фактор, как кардио для дополнительных энергозатрат. Убрал его полностью. При этом тренировался в режиме фуллбадди и постепенно увеличивал количество дней, в которые я тренируюсь за недельный цикл. То есть, ну, об этом чуть позже поговорим. В данном случае вы тоже, наверное, уяснили, что максимальная эффективность будет достигаться все-таки в режиме фуллбадди. Потому что мышечные группы не будут утомляться. И они не будут через 30 минут, через 40 минут находиться уже в каких-то минимальных значениях. А для большинства мышечных групп именно так и будет обстоять ситуация. У меня, например, только ноги способны выдержать полный тренировочный объем без утомления, без снижения силовых показателей. Ну, то есть, с незначительным снижением силовых показателей. Если это будет касаться грудной мышцы, то я не смогу в этом режиме целый час отпахать с теми же самыми весами. И базовые движения тратят много калорий. Отжимания от пола могут до 1000 калорий потратить за час. За час 1000 калорий. Но обратите внимание, какой это должен быть режим. В этом режиме необходимо отжиматься весь этот час. Без отдыха. То есть, постоянно-постоянно отжиматься. Сможет это сделать обычный человек? Думаю, что нет. Приседания тратят в районе 700-800 калорий даже без веса. С весом еще больше. Но опять же, человек не способен час непрерывно приседать. Поэтому нужно уходить в другие упражнения, в которых мышцы еще не утомлены, и дополнять это все. Повышая энергозатраты способом варьирования упражнений различных мышечных групп. В таком случае, этот тренировочный объем и высокое количество энергозатрат сохранится в данную единицу времени продолжительностью 1 или 1,5 часа, как это и есть в распоряжении любого человека, который тренируется. То есть, 1-1,5 часа никто не согласится в зале на 4 часа оставаться. Да, это и не нужно. Потому что это стрессовый фактор. Кортизол будет высокий. И мышцы вы потеряете гораздо больше, если будете выходить за эту планку в 1,5-2 часа. В таком случае у вас просто будут пиковые уровни кортизола, которые вы не сможете купировать. Да, вы будете сжигать калории. Не вопрос. Но вместе с жиром вы будете тратить еще большую часть мышц. Потому что кортизол будет находиться на пиковом уровне. Это если с точки зрения уровня гормонов на всю эту ситуацию смотреть. Теперь следующий момент, который касается того, что необязательно создавать дефицит именно в сутки. Ну, то есть, наверное, если рассчитать, то за неделю можно точно так же высчитать этот дефицит калорий. То есть, нам в любом случае для сжигания 1 кг жира достаточно создать дефицит в 7,5-8 тысяч калорий. В 8 тысяч калорий дефицита сжигается 1 кг жира на нашем теле. Мы можем достигнуть этого в рамках недели. Допустим, за неделю создать этот необходимый дефицит. За счет повышенного количества физических нагрузок и за счет сокращения потребления калорий в сутки. Но в таком случае многие задумаются, можем ли мы всего один день тренироваться. Просто за день попробовать потратить на 3000 калорий больше, а в оставшиеся дни халтурить и жить в обычном режиме. Могу сказать, что нет. И поэтому именно я выбрал данный режим. То есть, тренировки либо через день с равными промежутками времени отдыха. Либо тренировки каждый день, которые предполагают каждодневные энергозатраты повышенные. То есть, я постепенно к этому пришел. Увеличивал количество тренировок в неделю. Это повышает энергозатраты, но не настолько стрессово, если это делать в один отдельный день. То есть, это не очень хорошо, по идее. Потому что, если мы разберем ситуацию, что человек 6 дней в неделю отдыхает, а на седьмой день он ходит в какой-нибудь поход и идет в течение 10 часов пешком. Проходит 40 километров, по идее, он получает очень серьезные энергозатраты. Но в плане сжигания жира это не очень эффективно. Потому что обмен веществ, насколько он разгоняется за этот день, настолько же за следующие 6 дней он и замедляется. И может быть даже компенсирует. Потому что в данном случае стресс будет довольно высоким. Когда вы за сутки тратите на 3000 калорий больше, чем положено. То есть, вы весь день занимаетесь какими-либо физическими нагрузками. Ну, то есть, ходить долго это тоже, опять же, высокие энергозатраты. Там 10 часов идти. В отличие от того, если вы разобьете эти 10 часов по 7 дням. То есть, это будет гораздо легче. Но это в любом случае, опять же, неадекватные нагрузки. То есть, просто ходить и просто ходить очень много, по полтора часа в день. Это тоже не настолько эффективно. Потому что, если рассматривать кардио, сравнивать с силовым тренингом, то силовой тренинг явно будет сжигать гораздо больше калорий, чем кардионагрузки. То есть, можно провести эту аналогию и сравнить, в общем-то, любое кардио с какими-либо силовыми нагрузками. У нас даже обычные приседания без веса израсходуют больше калорий, чем бег в среднем темпе. То есть, в единицу времени, опять же, за час. Поэтому базовые движения и силовой тренинг дают гораздо больше эффекта в плане жиросжигания, чем кардионагрузки. А многие считают, опять же, что кардионагрузки это основной способ сжигать жир. Это самое энергозатратное упражнение и так далее. Плюс кардио в том, что у нас мышцы ног, допустим, хорошо адаптированы к силовой работе, к силовой выносливости так называемой. То есть, мы можем ходить на очень дальние расстояния. На руках мы не способны пройти 40 километров, а на ногах можем, поэтому мы способны сжигать эти калории. Если бы вы спросили, какими мышцами именно человек с ожирением, допустим, который никогда не тренировался, способен создавать энергозатраты, я бы сказал, что ногами. Потому что ходил-то он в любом случае. Пловец может создать плаванием дополнительное количество энергозатрат, очень существенное, потому что у него мышцы выносливые. Но если мы обычного человека пытаемся адаптировать к плаванию, на это уйдет очень-очень много времени. Но вот на ходьбу, кстати говоря, ему приучиваться не нужно, потому что любой человек так или иначе ходит. В отличие от того, чтобы отжиматься от пола или делать что-то подобное. Качать пресс, например. То есть не все люди это умеют и делают охотно. Поэтому нетренированный человек, в свою очередь, способен преимущественно своими ногами создавать эти энергозатраты. Ноги являются максимально выносливыми, в данном случае, к силовой работе. Поэтому через ноги нужно сжигать жир. Но, опять же, все большие мышечные группы, в зависимости от того, насколько у вас большая мышечная группа, столько она энергии и расходует в течение суток, даже в состоянии покоя. То есть, если у нас какие-то мышцы на лице, то они тратят очень маленькое количество калорий в течение дня. Ну, то есть, они очень маленькую часть калорий съедают. Если это большие мышечные группы, которые точно так же производят работу, поднимают какие-то рабочие веса существенные, то они тратят гораздо больше калорий. Поэтому тренировка больших мышечных групп, и в данном случае это, опять же, минус сплитов, потому что в один день вам придется приходить и тренировать, например, дельты и бицепс. То есть, будет легкий день, будут, опять же, неправильно дозироваться нагрузки, потому что я считаю, что для нормального режима сушки необходимо примерно равное количество энергозатрат каждый день. Поэтому нам нужно примерно равные энергозатраты создавать каждый день или через день с определенной периодичностью. Тогда это будет хорошо работать. Потому что, когда это один раз в неделю или один раз в месяц, но мы максимально шокируем своим организм, он, в общем-то, не хочет отдавать жир. Он отдает жир, когда мы это делаем плавно, но каждый день. Каждый день есть дефицит. Не работает та система, при которой у нас один день профицит, другой день дефицит и так далее. Желательно сохранять дефицит в течение каждого дня. Потому что режим сушки предполагает, что ваш организм адаптируется к определенной нагрузке и к определенному питанию. Если вы 29 дней в месяц живете, в общем-то, с базовым обменом веществ, без дефицита калорий и без профицита калорий, то есть едите ровно столько, сколько вам нужно, а за счет одного дня вы пытаетесь сжечь дополнительный жир, то это будет крайне неэффективно. То есть один день, по идее, в который вы пытаетесь загнать себя в максимально серьезный дефицит. То есть ничего не есть и пойти в поход. Это будет очень плохо работать. Поэтому нам нужны примерно повышенные энергозатраты в течение каждого дня. Это можно обеспечить повышением уровня активности, дополнительными энергозатратами во время тренировок. А как это сделать, я вам уже сказал. И опять же, количество повторений у многих вопросов. Многие считают, что там 15-20 повторений для сушки эффективно. То есть многие говорят, на рельеф 15-20 повторений. Опять же, откуда-то взялся этот миф. Силовая работа предполагает большее количество энергозатрат, но не пауэрлифтерская работа. Потому что там присутствует меньший объем. Если бы пауэрлифтер мог создавать подобный объем со своими рабочими весами в течение недели, то он бы, конечно, выигрывал. Но максимальный эффективный режим для создания и высокого объема нагрузок в неделю, и с точки зрения, опять же, энергозатрат и всего остального, это будет режим гипертрофии. То есть условно от 6 до 12 повторений, как все и тренируются. И гормональные всплески при этом будут играть в нашу сторону. Потому что там уровень гормона роста будет повышаться от таких тренировок довольно серьезно. Многоповторка это все-таки не то, что нужно на сушке. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Потому что переходя в многоповторку, в режиме сушки, как правило, теряешь больше мышц, чем сохраняя силовую работу. Многие это знают. Я это тоже на себе заметил. Что когда силовая работа сохраняется, по крайней мере, в диапазоне повторений до 12, ты сохраняешь гораздо больше мышц, чем в диапазоне 15-20. Ну, в общем-то, ты тренироваться должен в том же диапазоне, в котором тренируешься обычно, для того, чтобы мышцы росли. Многие думают, что режим там сушки предполагает, что ты уходишь в какой-то другой диапазон повторений. Нет, тот же самый. Максимально эффективный режим для того, чтобы мышцы росли на массе, дает максимальное сохранение мышц во время дефицита калорий на сушке. То есть ты, по сути, на сушке точно так же пытаешься нарастить мышцы. Потому что у тебя нет такого понятия, как сохранение мышц. Вот для сохранения мышц нужен другой диапазон. Нужен точно тот же диапазон. В данном случае ты точно так же тренируешься, как и на массе по диапазону повторений. Это ни на что особо влиять не будет. А можно даже наоборот в силовой тренинг попытаться уйти. Но в таком случае следить за тем, чтобы тренировочный объем в течение недели не сократился. Потому что если вы уйдете в 3-4 повторения, и будете отдыхать очень много времени между подходами, это, опять же, низкие энергозатраты в рамках одного часа или полутора часов тренировок. А вот когда это режим повторений 6-12, он более-менее оптимален. Поэтому 6-12 повторений, базовые упражнения, режим Full Body дает максимальный эффект. Что касается кардио, можете добавлять, можете не добавлять. Я считаю, что если у вас хорошая адаптация к кардио, то есть вы не стрессуете от этого, вас не заливает и все прочее, то добавляйте кардио. Опять же, делайте это постепенно, чтобы не шокировать организм. Потому что когда вы сделаете 2 часа, 1 раз в неделю, выжмитесь по полной, сольете из себя много воды, вас еще и зальет на следующий день из-за этого повышения кортизола, из-за того, что вы напьете эту воду дополнительно. Поэтому в данном случае это только может шокировать организм и замедлить процесс сжигания жира. Но если это неадекватное какое-то кардио, а адекватные 15-20 минут, с которых вы начинаете, и постепенно от 3 недели по 5 минут добавляете. Каждый день или через день точно так же повышает ваши энергозатраты. В принципе на этом все, с вами был Ети, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok